а вот эти три смотрю просто превосходный результат всем привет сегодня тестируем 18 вольтовые шуруповерты в ценовой категории до 10 тысяч рублей по меркам этой товарной группы 10 тысяч не так уж и дорого поэтому посмотрим к чему стоит готовиться покупателю с десяткой в кармане мы подобрали 12 моделей несколько из них прямо сейчас продаются со скидкой одну две тысячи рублей так что в зависимости от времени когда вы смотрите ролик что-то могло подорожать или подешеветь на момент съемок все они дешевле 10 тысяч рублей по просьбам в комментариях у нас сегодня будет и энхель и метаба к сожалению не удалось добыть профессиональный синий bosch и потому что их нет в этой ценовой группе просто не смогли получить его на тест вместо синего будет зеленая модель и проблемы с лидерами теста 12 вольтовых моделей не оказалось наличие хаммера интерскол будет только никель-кадмилы проверим регулировку и силу крутящего момента посверлим на одном заряде аккумулятора и сравним опциональность и соотношение цены и комплектации важно задача данного теста не определить одного победителя из всех а показать разнообразие выбора среди 18 вольтовых шуруповертов впрочем условный победитель здесь тоже будет начнем соотношение цена комплектация понятно что цена во многом зависит от возможностей и бренда инструмента но получить задорого голую тушку без комплекта тоже никому не хочется все шуруповерты имеют в комплекте два аккумулятора кроме ставра где только одна батарея у интерскола батареи никель-кадмилы что также невыгодно отличает его от конкурентов емкость батареи разнится в среднем от полутора до двух ампер часа у большинства моделей выделяется в худшую сторону интерскол с батареей на одну целую три десятых ампер часа и в лучшую сторону абсолют sky tools съемкостью 4 ампер часа оснастка в комплекте почти отсутствует отметить можно только рейсанту с набором из 6 бит с держателем лучшие по наполнению комплекта оказались у makita благодаря фонарю и у sky tools за счет 4 амперных эмуляторов хуже всех укомплектованный интерскол с малоемкими и устаревшими аккумуляторами и ставр в коробке победитель ресанта при цене в 5000 в комплекте есть пара 2 амперных аккумуляторов простой но все же комплект оснастки и обязательный кейс для хранения по весу и габаритам шуруповерты можно разбить на две группы самые дешевые инструменты оказались самыми компактными и легкими самые дорогие наоборот но и там и там нашлись свои белые вороны среди дешевых моделей отличился большим весом и размерами интерскол а среди дорогих порадовал компактностью метаба в итоге самым компактным и одновременно самым легким оказался black and becker самым тяжелым энхель ну и наибольшие габариты у макиты и интерскола проверяем регулировку крутящего момента здесь два параметра чувствительность первом положении чтобы вы могли без проблем работать с мелким крепежом и плавность так называемой лесенки закручиваем с первого положения до полного утопления самореза а и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По качеству регулировки стоит выделить сразу 4 модели. Это Metabo, Bosch, Tesla и Makita. Все они отличились хорошей чувствительностью в первом положении и плавной шкалой регулировки. Проигравший здесь один – Sky Tools. Скорее всего, у него просто сломана муфта, так как она очень странно срабатывала при переключении. Из первого положения саморез был закручен на всю длину. Однако, что есть, то есть. Ну вот, в минус. И тут она пропадает вообще. В целом, могу добавить, что у всех дешевых моделей большие проблемы с регулировкой. Теперь измерим силу крутящего момента. Он у всех разный по силе. От 30 ньютон на метр у Верта, Блэкен Деккера и Боша, до каких-то сумасшедших 50-60 у Энхеля, Теслы, Макиты и, внимание, у Ресанты. Тестируем саморезами 140 на 6, 140 на 8 и 240 на 8. Если все справятся, у нас заготовлен еще один размерчик. Закручиваем по цене по возрастанию. Верт с 30 ньютонометр. Справляется со всеми саморезами. Ставр с 38 ньютонометр осилил первые два, но немного не докрутил последнюю восьмерку. Интерскол. 34 ньютона метр. Увы, только один саморез из трех. Ресанта с заявленным полтинником побеждает всю троицу. А вот Блэкен Деккер едва не отдал концы в этом тесте. После первого самореза из шуруповерта повалил дым. Он горит. Пошел дымок. Я боюсь продолжать. Ну все, он встал. О, и дым пошел. Рискуя потерять участника до конца обзора, мы все же докрутили второй саморез. Но третий так и не поддался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Остальные участники справились со всеми тремя саморезами без особых проблем Девять из двенадцати шуруповертов закрутили все три самореза Поэтому решено испытать их на саморезах 120 на 10 миллиметров Честно говоря, для многих это уже перебор И возможно, кто-то этот тест просто не переживет Так, Black & Decker Рискнем? Ну а хуй нам! Женем! Ну он даже получше, чем Интерскол Ну, нет, все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok В итоге справились со всеми саморезами восемь шуруповертов Из них с первой попытки закрутили десятку четыре дорогих модели Они получают первое место Остальные второе Black & Decker выжил, это тоже своего рода победа Следующий тест Сверление на одном заряде аккумулятора Емкость аккумуляторов у этих моделей различается Но это различие учтено в цене инструмента Поэтому смотрим, какую продолжительность работы вы получите за свои деньги Средний максимальный диаметр сверления у моделей примерно 30 миллиметров Есть и около 40 у Makita и Sky Tools У Metabo заявлено 65 миллиметров Но чтобы не насиловать инструменты, ориентируемся по меньшему показателю Используем сверла Forstner на 26 миллиметров Сверлим без остановки Аккумуляторы быстрее будут терять заряд Инструмент может перегреться Поэтому тест не только на емкость аккумуляторов Но и на выносливость шуруповертов Начнем с емкости 1,3 Ач Пойдем на повышение Пойдем на повышение Пойдем на повышение Мы давали каждому шурику немного остыть перед последней попыткой Победил в этом испытании Sky Tools Как только был побит лучший результат Мы тест остановили Так что имейте в виду, что он был способен просверлить еще как минимум 5-10 отверстий В конце отметим качество подсветки и выделим особенности каждой модели У нас 5 шуруповертов с подсветкой, расположенной под рукояткой Это лучшее положение, при котором луч полностью освещает зону работы Еще у пяти подсветка размещена под патроном В этом случае освещается только зона вокруг точки сверления Ну и у двух моделей подсветки вовсе не оказалось На тебе еще Бош Тут тоже нет подсветки В итоге лучший результат Подсветка у Митаба и Энхеля Луч отлично рассеивается и охватывает большую зону Как в точке работы, так и вокруг нее За бортом остаются Бош и Макита Сложно оценивать то, чего нет Последний пункт Опциональность инструментов Верт оснащен всем необходимым функционалом На месте подсветка и индикация заряда Есть крепление для скобы Несмотря на дешевизну, корпус отлит качественно Ставр Ставр может похвастать двумя креплениями под биты Нет индикации заряда, в остальном без нареканий Как неоднократно сказано Эта модель Интерскола страдает от устаревших Никель-кадмиевых аккумуляторов Пожалуй, в 2020 году Не порекомендую его к покупке Тем более, что у производителя есть в арсенале Современные, хоть и более дорогие модели Ресанта Имеет один существенный недостаток При достаточно компактной рукоятке Кнопка реверса расположена слишком низко Поэтому каждый раз при работе Вы рискуете случайно ее нажать Индикация и подсветка на месте Black & Decker Отличный компактный шуруповерт Удобно лежит в руке Есть крепление под биту Правильно размещена подсветка Но у него только одна скорость И, как вы успели заметить Он едва не сгорел при сильных нагрузках Рекомендуем для мелких домашних работ Не более Bosch Из обновленной зеленой линейки Удобен в работе и в целом показал хорошие результаты в тестах Однако, почему-то производитель обделил его подсветкой Да и установка аккумулятора сзади Спорное решение Но все недостатки компенсируются режимом удара Зубр ничем не выделяется на фоне конкурентов Однако, имеет в арсенале все, что нужно Правильное размещение подсветки и зажим для биты Мощный энхель позиционирует себя надлежащим видом Большой, тяжелый, с дополнительной рукояткой На месте индикация заряда и правильная подсветка Кроме прочего, это бесщеточный шуруповерт Да еще и с режимом удара Любителям сверлить бетон на заметку Тесла Шуруповерт домашнего мастера Мощный, но без лишних изысков На месте подсветка и индикация заряда Ну и почти все тесты на пятерку Макита Отсутствие подсветки компенсирует фонарем в комплекте Однако, стоит заметить, что модель достаточно громоздкая И по ощущениям менее производительна в работе, чем прямые конкуренты Абсолют Скайтуз Пожалуй, не оправдывает свою цену ни результатами тестов, ни внешним видом Излишне угловатый и не самый удобный в работе шуруповерт Выглядит пришельцем из прошлого десятилетия Впрочем, на вкус и цвет товарища нет Метаба хорош во всем Истинно мощный шуруповерт Имеет компактный удобный корпус Правильное расположение подсветки Быстросъемный патрон Из мелочей может не понравиться расположение индикации заряда Ну а главный недостаток, пожалуй, выпирающая скоба Которая может доставить дискомфорт при сложных работах Первое место с большим отрывом занимает Метаба Да, он самый дорогой и без скидки стоил больше 10 тысяч рублей Но в четырех из шести тестов он попадал в тройку лидеров Второе место неожиданно у Зубра Это легко объяснить Он выступил в тестах наравне с дорогими моделями Но при этом имеет хорошее соотношение цены и комплектации И компактные габариты Третье место поделили между собой Энхель и Тесла В сущности, эти шуруповерты отлично дополняют друг друга Мощный, тяжелый Энхель, который не разменивается на мелочи типа плавности регулировки И более деликатный в работе с не менее сильным крутящим моментом Тесла Соединив их в одном корпусе, можно было бы получить идеальный шуруповерт Итак, результаты перед вами на экране В очередной раз повторюсь, что это тест одной модели И все возникшие с инструментами проблемы в этом ролике Не стоит относить ко всем инструментам производителя в целом Если вы обладатель одного из этих шуруповертов, делитесь опытом работы в комментариях И обязательно пишите, что сравнить в следующем выпуске Спасибо за просмотры, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok